Добрый день! С вами Лара Шум. Если вы любитель путешествий, если вы приехали на отдых в Сочи, то обязательно стоит посетить башню Ахун. На вершине горы Большой Ахун высшая точка 663 метра над уровнем моря. Смотровая башня построена в 1935-36 году по приказу Сталина по проекту архитектора Воробьева. Высота главной башни будет 35 метров с таким расчетом, чтобы деревья на вершине горы не мешали видеть всю окружающую местность с верхнего балкона вышки. Поднявшись на смотровую площадку, вы оказываетесь на высоте почти 700 метров над уровнем моря. В ясные дни видимость до 70 километров. С обзорной площадки открывается удивительная панорама всего берега Сочи от Лазаревского до Адлера. А если повернуться на север, там величественно расположились заснеженные Кавказские горы, а также можно увидеть Абхазию. Главное, чтобы была ясная погода. На смотровой площадке всегда толпится большое количество туристов. Поэтому добраться до места, где можно удачно сфотографироваться, получается обычно не сразу. Наиболее удачные фотографии здесь можно сделать с помощью панорамного объектива, общий вид и длинофокусного. Башня является памятником архитектуры федерального значения. Возведена в романском стиле, строилась 10 месяцев. Внешне она похожа на небольшую крепость времен крестовых походов. Даже материалы брали те, какими воспользовались бы в средневековье. Грубо отесанные глыбы известняка. Добраться до башни лучше всего на машине. Заказывайте такси или берите кошеринг. Дорога – серпантин. Так что едьте поаккуратнее. Или покупайте экскурсию, но тогда это обойдется вам дороже в несколько раз. Около самой башни есть различные кафе, где можно поесть. Цена билета – 100 рублей, но если вы хотите увидеть закат, то 200. Шесть фактов о горе Ахун. Не всегда это была русская земля. Другие культуры, народы, соответственно и другие названия. Хотя изменили всего одну букву – с Охун на Ахун. Уже в восьмом веке на горе стоял наблюдательный пост. Как только дозорные видели наступление неприятеля, они зажигали огни. Костры разводили и на других сигнальных башнях. Так люди в ближайших крепостях узнавали о грозящей опасности. В дореволюционной России уже выпускали путеводители по новому курорту на берегу Черного моря. Сбираться на гору Ахун советовали когда угодно, только не летом. Из-за растительности ничего нельзя было увидеть, да и молодые ветки мешали проходу. 2 января 1935 года дорогу на вершину горы начали прокладывать заключенные Ахунского исправительного трудового лагеря. Более двух тысяч человек справились с работой к 29 апреля. Проложили 11-километровую дорогу за четыре месяца. Но уже через год ее пришлось ремонтировать. А в 1936 на самой вершине была построена смотровая башня. Дважды в советское время, в 1936 и 1972 на вершину горы проектировалась канатная дорога. Но так и не построена. А очень бы надо. Также на смотровой площадке не хватает смотрового бинокля. Хотя говорят, раньше он там был. Почему гора Ахун так называется? Никто толком не знает. Название перешло от коренных жителей, которые так называли гору, до прихода русских. Тем не менее, существуют две основные версии. По одной из них в честь убыхского бога скотоводчества Ахына. который жил на этой горе. И по более поздней туристической легенде следил за тем, чтобы Прометей отбывал наказание. По второй версии, название горы Ахун – это абхазское слово Аху и означает холм, возвышенность. Существует третья наименее вероятная версия. По-арабски Ахун означает священнослужитель или старший мула. Эта версия связывается с тем, что позднее убыхи приняли мусульманство и жертвенным камнем, который до сих пор находится на вершине горы. Четвертая же версия связывает слово Ахун с древнеабхазским словом «высокое жилище». Я ездила на гору, выбрав Кошеринг, и меня вдохновило это место. Я считаю, что там стоит побывать обязательно, особенно любителям путешествий. С вами была Лара Шум. Подпишись на мой канал, ставь лайк и расскажи об этом видео в своих соцсетях. Вдруг оно кому-нибудь пригодится. Обнимаю вас всех!